Неподалеку от Красноярска обнаружены артефакты времен Великой Отечественной войны в рамках поискового проекта «Аляска-Сибирь». И подробнее о находках мы сейчас поговорим с нашими гостями. Это Владимир Петраченко, руководитель поискового отряда «Аляска-Сибирь», и Вячеслав Филиппов, сотрудник Музея военно-инженерного института Сибирского федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и начнем с того, что вообще сподвигла вас экспедицию собрать на станцию «Снежница». Ну, вообще изначально экспедицию на станцию «Снежница» – это одна из частей всего большого проекта по поиску самолетов, которые потерпели крушение катастрофы при перегоне самолетов из Америки в Красноярск. Красноярск был конечной точкой. По «Алсибу». Да, именно по «Алсибу». Соответственно, наше государство в лице агентства молодежной политики и Краевого молодежного центра «Лидер» организовало большой конкурс на проведение вот этих поисковых работ. И мы, как общественная организация, социально ориентированная, заявились, и, соответственно, собрав вокруг себя, сплотив вокруг себя большое количество сподвижников, это в том числе и СФУ, в том числе и СОБР «Зенит», там принимали участие бойцы, обучали ребят, как выживать в лесу, в том числе и школьники. И, соответственно, вот благодаря этому проект переализовался. То есть вот... А скажите, ну вы же не из Бухты и Барахты-то ищете? Ну да, то есть вы примерно ориентируетесь, где может быть? Есть такая информация? Здесь, конечно, расскажите. Дело в том, что все заранее подготовлено. Естественно, это не с пустого места все. То есть уже несколько лет назад составлен нами список всех катастроф на территории края, который произошел. То есть все это на основе архива, центрального архива Министерства обороны. Там все это есть. То есть по каждой катастрофе есть целый пакет документов. То есть акты расследования и так далее. То есть мы исходим уже сверху. Скажем, не то, что там ищем, где, не дай бог найдем, там, да, там, ура. И надо понять, кто, да. То есть мы, наоборот, знаем, кто погиб, какие обстоятельства гибели. То есть где это примерно произошло. Но очень примерные координаты места гибели. Ну и наша задача, соответственно, то есть как бы найти все-таки фрагменты самолета. Ну и самое главное, не столько, скажем, важно железо, да, сколько важно выяснить, нет ли там останков погибших пилотов. Потому что с этим мы уже сталкивались неоднократно. И они оказываются либо непохороненными, либо похоронены в очень труднодоступном таком месте, где, ну, фактически могилы-то и нет. Расскажите, пожалуйста, о вот этих находках. Как раз они, как я понимаю, могут изменить факты, которые были представлены в архиве, да, и вы можете доказать вот это несоответствие. Ну, тоже это уже не первый случай, когда мы смотрим по актам расследования. Там чаще, скажем, пишут вина летчика, вот как в данной ситуации, да, в учебном полете на воздушную стрельбу резко снизила скорость, он сорвался в штопор, не смог увезти из штопора, из-за малой высоты врезался в землю, да. Но сорваться в штопор можно по абсолютно разным причинам, да, можно ошибиться в технике пилотирования, может быть какой-то отказ, да. Об этом там ничего не говорится и косвенно вроде как бы виноват летчик. На самом деле, то есть вот как раз вот те детали, которые мы подняли, там, да, очень хорошие. Знаете, это что такое? Потому что, ну, как бы, авиация, кроме вас никто не ребят. Это клапан авиационного двигателя, райциклон 2600 называется этот двигатель. Во-первых, самолет американский А-20Б, это Бастон-бомбардировщик двухмоторный. Почему вот он загнут? То есть вот это так называемый прижизненный дефект. То есть получается дефектный клапан загнулся во время работы двигателя, соответственно, повредил цилиндр. То есть все. И это что приводит к падению мощности, очень резкому и неожиданному для летчика. Соответственно, провал в высоте, то есть один из двигателей резко сдал, то есть провал в высоте из-за этого как раз может возникнуть что-то. Ну, и невозможно как раз вот вырулить, скажем так. Да, а если он был на небольшой высоте, да, тогда у него реально может не хватить времени реакции там и так далее. Так же вот медальон был, как правильно назвали? Да, это, собственно, стандартный армейский медальон, он из Эбонита. В этом медальоне должен находиться заполненный формуляр с данными, соответственно, его владельца. Честно говоря, в Красноярском крае я не припомню, чтобы кто-то находил медальоны, вот именно запечатанные на местах боев. Нет, на местах боев да, но в Красноярском крае этого не было еще в принципе, потому что в Красноярске боев не было. Но, соответственно, здесь интересен какой момент. Как правильно Вячеслав сказал, абсолютно известны все данные пилотов, потеревших в катастрофе, то есть пострадавших в катастрофе, погибших. Но вот в данной катастрофе конкретной у нас остался один неизвестный, информацию по которому, к сожалению, насколько я понимаю, пока нигде не представилось возможным найти. Ну, не совсем неизвестный, известная фамилия, к сожалению, нет подробных данных. То есть вот если он, причем, нет, ну, допустим, полетчику по штурману известно фамилия, имя, отчество, звания, там, какие-то данные исходные, да, по месту рождения. А воздушный стрелок написано, старший сержант честных во всех документах, все, нет имени, отчества, ни откуда человек, ни так далее. Ну, понятно, что таких, может быть, миллион. Причем все документы в архиве просмотрели максимально, то есть на эту тему, там, у этого полка, нигде он не проходит. Ну, видимо, человек только пришел в части, возможно, и сразу в первом же полете погиб, то есть, ну, были такие случаи. Но факт в том, что это был наш земляк. Нет, это не земляк, это летчики, они не наши земляки, это люди, приехавшие с фронта, сюда переучиваются на новые самолеты. Это фронтовой полк. Ну, вот здесь, соответственно, получилось следующим образом, то есть, фактически, мы уверены, что данный медальон, он был как раз на стрелке, да, потому что стрелок находился в хвостовой части самолета, а штурман и командир, они сразу погибли при столкновении непосредственно. Вот, там, соответственно, был пожар, об этом Вячеслав расскажет, вот, по парашютным оснасткам. Найдя вот этот медальон, мы, как бы, очень сильно надеялись, что в нем будет информация. Позавчера его в край ГУВД, в отделе криминалистики вскрывали, но, к сожалению, тут оказались, как большинство, ну, как бывает обычно, с оверных. Боец хранил иголки и нитки, вместо информации о себе. Ну, что ж, мы пожелаем вам удачно завершить эту работу, к сожалению, у нас не так много времени остается. Пополнять, да, и исправлять, возможно, то, что уже записано и запротоколировано, это корректировки важны и нужны для истории, верных данных, ну, конечно, может быть, масштабных экспедиций, где вы бы хотели еще побывать, куда хотели бы дойти. Еще раз представим наших гостей. Да, о том, какие были найдены вещи на трассе, скажем так, или в предположительных местах Аляска-Сибирь, мы говорили с Владимиром Петраченко, руководителем поискового отряда Аляска-Сибирь, и Вячеславом Филипповым, сотрудником музея военно-инженерного института Сибирского федерального университета. Завтра будут проводиться торжественные перезахоронения станка пилотов на Троицком кладбище. То есть, все желающие церемонии в 13.00. Кто хочет просить память в 13.00 на Троицком кладбище. Спасибо большое.